Привет дорогие друзья, на связи канал ТОП 5 Нью и 10 фактов про Титаник. Поехали! Для сцены фильма Титаник, где главный герой рисует обнаженную героиню, использовались рисунки Джеймса Кэмерона. Съемки фильма Титаник режиссеру Джеймсу Кэмерону обошлись дороже, чем строительство самого Титаника в свое время с учетом инфляции. В ходе съемок фильма Титаник, один из недовольных статистов подложил наркотик ЛСД в еду, именно из-за этого Джеймс Кэмерон и еще 50 человек попали в больницу. Первопричиной побудившей Джеймса Кэмерона начать работу над фильмом Титаник, стала возможность погружения к месту затопления корабля за счет киностудии, а не потому что он хотел снимать фильм. Второй помощник капитана Чарльз Лай Толлер через несколько лет после гибели Титаника признался, что бинокли действительно были на борту в закрытом ящике, от которого ни у кого не было ключей. Из 711 человек, спасенных с Титаника, только 58 были мужчины. Одна книга повествовала о непотопляемом 800-футовом круизном лайнере, который столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике в апрельскую ночь, и что на судне не было достаточного количества шлюпок, из-за чего и погибла большая часть пассажиров. Судно называлось Титан. Книга была написана в 1898, за 14 лет до катастрофы Титаника. Первый фильм про Титаник был снят через месяц после гибели Титаника и снял этот фильм один из выживших. Австралийский миллиардер Клайв Палмер финансирует строительство точной копии Титаника, а корабль будет спущен на воду в 2016 году. Скоро начнется продажа билетов. На Карпатии, первом судне, прибывшем на спасение Титанику, предлагали отправить телеграмму стоимостью одно слово 1 доллар. Известно, что один из спасенных потратил свой последний доллар на сообщение для матери. В этом сообщении было одно слово, а теперь у меня вопрос для зрителей. Напишите пожалуйста в комментариях, что же это было за слово. Также предлагаю вам посмотреть, как появилась Виктория Сикрет и 10 фактов про Брэда Питта. Субтитры сделал DimaTorzok